Эти хвойные прибыли в Красный Яр из Ангудайского района. Целая сотня саженцев кедра преодолели более 300 километров, чтобы поселиться здесь, на полянке, в Валейском районе. Всего в Алтайском крае высадили 19 тысяч деревьев за этот год. В ходе акции «Кедры в добрые руки» в Валейском районе посадили не только кедр, но и сосну. Мы ведем подготовку к столетию нашего района. В 2024 году Алейскому району исполняется 100 лет, поэтому символично в селе Красный Яр будет высажено 100 кедровых деревьев. Хвойные деревья для посадки выбрали не случайно. Они хорошо переносят зиму и другие капризы погоды. Но оказывается, это не единственная опасность для деревьев в природе. Главная задача лесничества – уберечь саженцы от пожара. Высадить одно, главное – сохранить. То есть, как бы от пожара, ну, разных, много факторов есть. Ну, скот как бы здесь уже не ходит, здесь нет, бродячего нету. Ну, главное – это огонь. Огонь – это самое страшное. На посадку Аллеи откликнулись не только сотрудники компании, но и жители района. Например, Александр Рашилов – коренной житель Аллейска. По его словам, посадить деревья – лучший подарок району на юбилей. И очень приятно участвовать в этой акции к столетию района и также к очередной дате Великой Отечественной войны. То есть, я считаю, что это лучше, чем воздвигнуть памятник. Это, во-первых, и память на века, да, что и внуки будут, и все, и для экологии полезно. О чем сейчас как раз правительство нашей страны так сильно заботится. В село Красный Яр прибыл не только кедр, но и сосна из Ангудайского и Ключевского районов. За один год компания перевыполнила план и высадила 19 тысяч деревьев. Аллейский район – не единственный, где появились новые кедры. Хвойные также посадили в Завьяловском, Усть-Калманском, Смоленском и других районах. Лада Зубкова, Илья Алексеев. Новости.